Доброе утро всем, кто уже проснулся. В студии Алина Саваш и ближайшие 15 минут я буду заряжать вас хорошим настроением. Уже завтра люди со всего мира будут отмечать необычный праздник – День Доброты. Дата эта сравнительно новая, и пока определенных канонов празднования у нее не существует. Но очевидно одно – это самый лучший день для того, чтобы совершить добрые дела. Поэтому каждый год страны-участницы импровизируют, пытаясь сделать 13 ноября максимально светлым и добрым для всех. Вот и наш округ не стал исключением. Соблюдая социальную дистанцию и надев маски, в актовом зале воскресной школы сегодня собрались особые гости. Дети из Центра реабилитации инвалидов «Мечта», «Преображение», ребята, оставшиеся без попечения родителей. Но несмотря на трудности, которые им приходится преодолевать, они не перестают радоваться жизни, увлекаться творчеством. В нашем храме можно сказать, что вся молодежь, которая приходит, она начинает заниматься творчеством. Не только стоит на богослужении, а в первую очередь мы приобщаем эту самую молодежь к жизни нашего храма. И таким образом растим верующих, добрых, счастливых людей. Добрые и счастливые дети лепят, вяжут, складывают оригами, делают аппликации и, конечно же, рисуют солнце, деревья, животных и свою семью. Варе 11. Она очень любит рисовать. В конкурсе детских рисунков «Дорога у добра». Участие приняла впервые и заняла третье место. Поддерживает и помогает дочь мама Марина. Вот это мероприятие, которое здесь проходит, мы уже неоднократно здесь были, нам здесь очень нравится. Но в этом году мы первый раз приняли участие «Дорога у добра». Постарались, сделали работу, за которую Варя получила третье место. Нам очень приятно. Спасибо всем организаторам, всем, кто причастен к этому празднику. Очень все хорошо, по-доброму. На самом деле, настоящая дорога добра. Подарки и дипломы получили все победители конкурса, а их оказалось даже больше, чем должно быть. Всегда на этом конкурсе бывает очень много работ. И нашему жюри очень непросто выбрать работы. Поэтому номинаций много. И они и по возрастам, эти номинации, и по видам работ. И, соответственно, даже в номинациях три места, и некоторые занимали и ни одно первое место. То есть было нелегко. Ребята очень талантливые, всегда делают с большим удовольствием свои работы. Поэтому конкурс удался. Подарок детям, родителям и воспитателям подготовили солисты хора при храме Рождества Христова. Они исполнили популярные песни из детских кинофильмов и мультфильмов, читали стихи и танцевали. А в завершении праздника всех ребят ждало угощения. Здесь очень классно. Мне понравилось и хор, как девочки пели. Понравилось, как на гитаре играли. А угощение? Это я само собой. Сувениры на память победителям и всем без исключения сладости и подарки от благочения и благотворителей. Каждому человеку под силу совершать добрые дела и делать счастливее себя и окружающих. Тем более, что для этого надо совсем немного. Быть внимательнее к людям, улыбаться им, делать их жизни легче и приятнее. Хотя бы в мелочах. Герои нашего следующего сюжета точно знают, как нужно отмечать Всемирный день доброты. Добрые друзья. Именно так называют руководство бара «Руки вверх» представители окружной администрации. Сегодня в развлекательном заведении принимают особенных детей. Для них накрыт праздничный стол. До мелочей продумана веселая программа с аниматорами. А главный повод для встречи – вручение денежных сертификатов. Инициативы всегда идут от руководителей. От Дмитрия Владимировича Разумова, от собственника Сергея Жукова. Они настолько трогательно и чувственно относятся именно к детям и особенным детям. Поэтому все, что было связано с сегодняшним праздником, мы начали подготовку в апреле, реализовали в мае. Большое спасибо жителям, утищинцам, которые поддержали инициативу нашего предпринимателя. В мае в баре «Руки вверх» проходила акция по сбору денежных средств. Посетители клуба не оставались равнодушными. Они не только отдыхали, но и вносили свою лепту в оказание помощи детям. Часть денег собрали мытищинцы, а часть внес руководитель бара Дмитрий Разумов. Я считаю, что все должны предприниматели на сегодня не забывать о том, что есть разные фонды, где нужно частичку наших средств отдавать в помощь. То детям, то врачам, то либо кому еще, тем, кто нуждается на сегодня этого. Десяти семьям, в которых есть дети с ограниченными возможностями здоровья, были вручены денежные сертификаты в размере 10 тысяч рублей. Руководитель клуба совместно с заместителем главы округа Ириной Шиловой и начальником управления по социальной политике администрации Натальей Терегригорян передали сертификаты родителям и официальным представителям детей. Эти денежные средства могут использоваться и на реабилитацию, и на лечение, да даже на приобретение необходимых продуктов питания, потому что вы сами видите, что любая материальная поддержка – это очень и очень важно. Поэтому, конечно, огромное спасибо, потому что наше сотрудничество очень плотное, очень тесное, и денежные средства, которые собираются, я думаю, что еще и будут собираться, они перечисляются в Матичинский район и общественный фонд помощи детям и подросткам инвалидам на одежду, а уже потом поступают на расчетные счета непоследственно людей. Уже не первый раз «Ба руки вверх» оказывает благотворительную помощь. В период пандемии они обеспечивали питанием врачей, приобретали маски и дезинфицирующие средства, организовывали детские праздники с подарками и веселыми играми. У Елены Гасловой трое внуков, один из них – подопечный реабилитационного центра «Мечта». Такая помощь, считает она, сейчас как нельзя кстати. Сегодняшний вечер, мы проходим не первый раз, мы не новому году проводятся. То есть, конечно, спонсорам, организаторам всех этих предприятий большое спасибо. Конечно, то, что они выделили сегодня материальную помощь для детей, это, конечно, для каждой семьи большое подспорье. Всегда чего-то, чуть-чуть всегда не хватает. Потому что и лечение дорогое, и вообще ухаживание за детьми, и кормление детей. Добрые дела можно совершать в любые времена, несмотря на трудности. Дети этим вечером получили массу положительных эмоций. Как обещает руководство бара «Руки вверх», благотворительную деятельность они будут продолжать и впредь. Сегодня в доброте нуждаются не только те, кто находится в сложных жизненных обстоятельствах, но и все люди на свете. Пандемия и самоизоляция и тут внесла свои коррективы. Но каждый из нас способен оказать помощь и проявить доброту к тем, кому она сейчас особенно нужна. Алло, Нина Владимировна. Да. Здравствуйте, это Светлана. Я по поводу заказа вам продукты, какие сегодня нужно купить. Можете продиктовать? Да, я запишу. Хорошо. Сейчас продиктую. Яйца, мясо птицы, творог, молоко, йогурты, овощи и фрукты. Такой заказ волонтеру Светлане Петровой сделала пенсионерка Нина Владимировна. За продуктами помощницы заказчик рекомендовала непременно отправиться в магазин по соседству. Там точно есть все необходимые товары, в том числе хозяйственного назначения. Если каких-то продуктов не будет, я тогда вам отзвонюсь, ну, предупрежу. Светлана с заказом медлить не стала. Сразу направилась в магазин. У многодетной мамы свободного времени всего пару часов. Но очень хочется помочь тем, кому так нужна поддержка. Продукты куплены, теперь их необходимо доставить до квартиры. Далеко идти не придется. Дом пенсионерки буквально в двух шагах. Все касаемо вашего списка, все купили. Сумма получилась 1105. Чем будет в сумке? Еще раз перепроверю. 1105. Сюда вам вкладываю. Светлана – одна из активисток общественной организации «Многодетные семьи мытищи». Воспитывает троих детей и с удовольствием находит время для добрых дел. Светлана, а вы сами мама? Конечно, я многодетная мама. Вы так умудряетесь в отрыве от детей помогать другим? Ну, помогать. Это, во-первых, пример для наших детей. Уважать старших, помогать старшим. Это уважение. У них тоже есть бабушка и дедушка. Они, правда, не рядом с нами. Поэтому они также понимают и рвутся, помогать. Своим примером надо учить наше поколение растущее. Волонтеры работают совместно с окружным управлением социальной защиты населения. Заявки поступают именно туда, а помогают купить продукты или лекарства как раз многодетные мамы. Сейчас в списке добровольцев общественной организации «Многодетные семьи мытищи» 23 человека. Каждый из них отрабатывает от двух до четырех заявок в день. Так что времени на интервью практически нет. Надо спешить к следующей подопечной. Маленькие добрые дела чаще всего не требуют больших усилий. А эффект производят просто огромный. Причем и на тех, кому они адресованы, и на тех, кто их совершает. Ученые выяснили, что быть вежливым и совершать добрые поступки даже полезно для здоровья. Добрые и отзывчивые люди меньше подвержены сезонным депрессиям. У них хороший иммунитет, и чувствуют они себя намного увереннее и счастливее прочих. Яркий тому пример – наши следующие герои. Принесли материал и из них. Скажите, получится что-то сделать? Да, мы взяли. Смотрим этот копок, поэтому он не подходит, а из них тоже подойдет. Диля – дизайнер одежды модного ателье. В ее активы пошив сложных коллекционных платьев, которые демонстрировались в известных домах мод. Но сейчас она понимает, как важна и эта простая работа. За один рабочий день она изготовила 80 медицинских масок. Сложно изготовить маску? Правильно изготовить маску? На самом деле нет, не трудно. Просто нужно максимально под себя сделать удобную маску. То есть вот эти маски я придумала сама. Я взяла несколько вариантов масок в интернете. Кажется, несложные операции, но от их точности зависит в конечном итоге безопасность многих. Нам вот эта вот часть нужна для того, чтобы она плотно прилагалась к нашему фону. Эти маски даже внешне выглядят изящно. Может потому, что их скроила и сшила художница? Можно? Ну что ж, вот она вполне функциональная маска, из-за дефицита которой столько страстей в наших аптеках. Ну а, оказывается, такую маску можно сделать из подручного материала. Это ХБ материал. И она будет надежно служить. Надежно и безопасно. Во всяком случае, теперь волонтёры могут работать в полную силу. Очень приятно, что предприниматели также откликнулись, оказывают, можно сказать, волонтёрскую помощь. Мы посещаем нуждающихся людей ежедневно по несколько адресов. Эти маски очень нужны нам. Сейчас готовлено более 10 масок, которые можно уже использовать. Надо только не забывать, что через каждые два часа маску надо менять. А использованную стирать и проглаживать. Думаете, совершать добрые дела сложно? Ничего подобного. Просто оглянитесь вокруг и постарайтесь не спешить. Вы увидите, как много мелочей просится в вашу копилку добрых дел. Пусть эти ощущения радости и благодарности наполнят вас и помогут вашим мечтам сбыться. С вами была Алина Саввиш. Хорошего дня! Субтитры подогнал «Симон»!